Всем привет! С вами Джейн Фокс! Кто еще не знает, я начала делать просто гигантскую лизуна-жвачку. И пока что она у меня получилась вот такая. И сегодня я хочу сделать и так немаленькую жвачку еще больше. И для этого я подготовила не как обычно 4 или 5 лизунов, а целых 15. Ну а ты не забывай подписываться на мой канал, так как видео здесь выходят очень часто. И не спеши от него отписываться, если какое-то видео тебе пришлось не по душе. А лучше поставь лайк, так как ролики у нас очень разнообразные. И обязательно выйдет тот, который тебе обязательно понравится. А сейчас я достану нашу большую жвачку и посмотрю в каком она состоянии. Вот такая большая плюха у меня здесь есть. Ой, рисунок как попка отпечатался. О, как надо было делать. Она такая блестящая. Здесь столько много блесток, это вообще круто просто. Своих свойств она не потеряла, она очень хорошо тянется. Такая же плотная и много весит. И давайте посмотрим лизуны, из которых я буду делать новую жвачку. Которую мы потом смешаем с основной. У меня есть три лизуна в стеклянной упаковке. Это фиолетовый, красненький и голубой. Затем у меня идет лизун баночки из подгазированной воды. Лизун лампочка. Лизун газовый баллон. Зеленая кувшинка. Голубой зуб. Обычный зеленый лизун. Лизун таблетка. Типа трехцветный лизун, который я смешала. И последнее, это вот такие четыре фруктовых лизуна. И у меня получилась вот такая мини коллекция лизунов жвачек. Какие-то большие, а какие-то маленькие. Короче, давай смешим. Сейчас как утечет у меня здесь. Нифига он как блинчик растекся. Первый я открою кувшинку. Вы ее недавно видели. И кстати, вы писали насчет цветочка. Я засунула его в лизун и он увеличился. Вау, какой лизун-то склизкий от цветка стал. Вау, жестко, прямо как сопля. Затем, ой-ой-ой, достанем наш баллончик. Они походу начали затухать. Они стали немножечко жестче. Затем возьмем вот эту какашку. Типа Galaxy цвет. Дальше возьмем зубик. Такой ярко-ярко-голубой. У него же прям ноги остались так. В такой же форме. Смотрите, как он стекает. Он прям приятный-приятный. Теперь откроем лампочку. Ой, я забыла, что ее не так открывать. А вот так. У меня получилось вот таких 7 лепешек. И давайте их потихонечку смешивать. Я начну с зеленого и смешаю его с розовым. Сначала сделаем такую плюху. Я говорю, они маленько затухли что ли. Их прямо очень сложно смешивать. Он жесткий получается. Давайте сразу вот этот Galaxy цвет. Главное, чтобы они смешались между собой. По сути, должны. Это же жвачки. Такой цвет получается. Крутой, когда из этого Galaxy появляется розовый. Кайф. Прикольно. Давайте теперь засунем сюда этот обалденный голубой лизун. Мне так жалко его смешивать. Но ладно. Но он вообще просто невероятно крутой. Наскать-то лагуна получается. Голубая. Давайте сразу же пойдем к следующему лизуну. К зеленому. Забабахаем сюда еще красный. И снова бахнем зеленый. Бургер. Бургер из лизунов. Вот сейчас что-то невероятное получится, мне кажется. Я смешала всего лишь 7 жвачек. И она уже получилась довольно-таки большая. Это выглядит как будто какой-то драгоценный камень. С такими переливами. Или северное сияние. Мне очень нравится такой цвет. Я смешала нашу мини-жвачку. И даже не совсем свежие лизуны тоже хорошо смешались. Если эта жвачка у меня получилась более кукакольного цвета, то вот эта более космическая. Пока что откладываем. И берем следующие лизуны. Я хочу начать с газированной воды. Если вы хотите купить лизуна побольше, то покупайте его в такой упаковке. Так как он считается одним из самых больших. И вообще у него куча плюсов. Он очень мягкий, пластичный, с блестками. И вкусно пахнет. Ладно, давайте мы его сложим в лужицу. И достанем какой-нибудь еще лизун. Я хочу красный. Он кайфовый. Давайте, кстати, проверим, какой из них больше. Мне стало интересно. Такой малиновый цвет. Мне кажется, больше вот этот вот малиновый. Но вы напишите в комментариях, какой, на ваш взгляд, лизун больше. Ладно, давайте мы его сделаем в лепешечке. И смешаем друг с другом. Ооо, какой сиреневый цвет получается. Просто, ааа, нереально красиво. Кстати, что я сейчас заметила. Вот этот вот красный лизун намного мягче, чем голубой. Я первый раз просто обалдеваю от этого цвета. Он как бы вроде фиолетовый, но он такой сиренево-малиновый. Сам по себе лизун очень мягкий и приятный на ощупь. А также он круто растекается. Ааа, поглоти меня лизун. Если честно, то я не могу никак оторваться от этого цвета. Вот бы вся жвачка у нас была такая. У меня есть целых две апельсинки желтого цвета. Поэтому я их сначала смешаю между собой. Потому что они ничем не отличаются. Я уже так соскучилась по всем этим понючим рисунам. Кто бы знал. Карамельное золото. Тут особо нечего сказать. Вы сами видите, как он вытягивается. Он еще даже не порвался. А это всего лишь две жвачки. Кстати, я заметила, что некоторые вытягиваются вот так вот круто и не рвутся на большое расстояние. А некоторые начинают рываться почти сразу же. Хотя вытягиваются тоже неплохо. И давайте смешаем его с нашим розовым цветом. Эта жвачка получилась однотонная и более девчачья. А по величине получилась примерно такая же, как Galaxy. И у нас с вами остался последний замес. Я начну с двух красных. Раз. Они чем-то отличаются? Нет. Я вообще не могу. Меня прет от этих запахов. Берем голубой. И теперь достаем сиреневый. Зашибенский цвет. Вот этот мягонький. Этот такой же. А нет, этот вообще еще мягче. И давайте глянем вот этот. Ой, он твердый. И замешиваем наши кучки. Ах, как жалко. Смотри, какая прелесть получать. У меня нет слов. Мне очень нравится цвет опять. Я уже не знаю просто, как описать этот цвет. Когда плаваешь на глубине, вот примерно такой же цвет. Цвет бездны, какой-то неизвестности. Это вообще просто завораживает. И начинаем смешивать наши кучки. Из розового появляется жестко-фиолетовый. И давайте сразу же добавим Galaxy. Мне кажется, он сейчас все испортит. Ладно. Давай. Мы сейчас вот так вот сделаем. Лизу немножечко попукивает, посвистывает и лопается. Входу ему что-то не нравится. Ну что, вот так вот выглядит 15 лизунов жвачек. О, нифига, он трясется, как холодец. Он еще и отпрыгивает. Йо, это какой-то нереальный, крутой просто космический лизун. Давай. Давайте его тоже скатаем в такого колобка и посмотрим, насколько он больше. И раз. На мой взгляд, этот лизун где-то вдвое больше. Теперь самый ответственный момент. Все готовы? Раз, два и три. О, погнали. И у нас получилось чудо-жвачка. Мне нравки. Теперь надо ее тщательно перемешать, чтобы у нас получился уже какой-то цвет. Почему какашку? Это может быть вот как делать снеговиков зимой. Вот примерно так же. Я устала его мешать. Хуже, чем тесто. По весу этот лизун ощущается на 5 или 7 килограмм. О, теперь я его хочу подкинуть так. Чпок. И давайте сейчас я встану на стол и попробую его кинуть со стула. На стол. Ммм, как сказала. Летающий лизун, жвачка. I believe I can fly. Шо ж ты, ты. Йо. Бомбочка. Такое убить можно. Прикинь, в башку кому-нибудь прилетит. Что это башка. Бэйк. Я знаю, на что это похоже. Как в фильме «Дрожь земли» такие огромные червяки из-под земли вылезали. Такие маааа. Давайте попробуем побыть ее вот эту жвачку. Это будет сложно. Даже на пальцах это жестко. Я не вижу, что я делаю. О, вижу. Вот о чем я говорила. Видишь, он резко порвался. Но это, возможно, потому что он большой. А так рвутся даже маленькие. Йо, как это сложно. Эээ. Я Халк. Мини Халк. О, получилось. И давайте спустим наш лизун с большой высоты, чтобы он медленно стекал вниз. Эх, если получится. Так трудно его держать. Мне кажется, что это точно самая большая жвачка. Она рвется. Нет. Давайте попробуем еще раз вытянуть. Вы сами можете увидеть, как он становится стеклянным. Когда полностью вытягивается. На мой взгляд, я обладательница самой большой жвачки. И пишите в комментариях, если вы видели у кого-то больше. Мне кажется, нет смысла делать эту жвачку еще больше. Так как она станет тяжелее. И ее будет намного сложнее поднимать. А еще она начнет рваться. Так как по своим весам она будет просто тянуть весь лизун вниз. Эта жвачка у меня уже хранится больше месяца. И с ней абсолютно ничего не произошло. Она не закисла и не пахнет. Такая же мягкая, пластичная и здорово тянется. Это очень успокаивает и расслабляет. Этот лизун жвачка однозначно заслуживает лайка. Ну а если вы хотите еще больше опытов, то не забывайте писать мне об этом в комментариях. Ну а с вами была я, Джейн Фокс. И всем пока-пока!